Добрый вечер, в эфире Вести Ульяновск, в студии Владислав Квитковский. Смотрите в нашем выпуске. Борьба в борьбе счастья. День рождения автора этих и еще миллиона строк. Знаменитого классика русской литературы Ивана Гончарова отметили сегодня в Ульяновске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Под наблюдением на сегодняшний день находится 5661 человек. Вирус у него жизни 25 ульяновцев. Утвердили двадцатку неравнодушных и инициативных ульяновцев в общественную палату. ТОСам предоставили больше полномочий, а еще заслушали отчеты об исполнении бюджета области за прошлый год. То, что значилось в повестке заседания Законодательного собрания области, было выполнено. Какие-то поднятые вопросы в повестку не попали. Не хватило голосов. Подробности далее. Права прежние, а полномочий может прибавиться. Депутаты проголосовали единогласно за то, чтобы ТОСам было разрешено управлять не только домами, но и прилегающими территориями. Законодательная инициатива будет представлена на федеральном уровне. Совсем другое дело, когда ты имеешь возможность от имени ТОС влиять на территорию двора, на прилегающие территории, которые находятся за домом. И не просто влиять, но и полностью принимать решения вместе с жителями, что будет построено, установлено на данных территориях. Будь то детская спортивная площадка или тот или иной магазин, павильон. Вот если территории будут на балансе ТОС, то, соответственно, и финансирование на обслуживание этих территорий будет приходить к ним. На заседании утвердили свою двадцатку в состав общественной палаты. Ее выбрали из 33 кандидатов, которых выдвинули некоммерческие организации. Напомним, 20 человек в состав общественной палаты определил губернатор. А третья двадцатка будет отобрана избранными членами Совета из числа претендентов, представленных местными общественными объединениями. Есть узнаваемые фамилии, есть и новые, которые действительно бы хотел, чтобы они внесли свою лепту в развитие общества. Мы поддержали наше население и показали те больные вопросы, которые касаются и есть в обществе. Но взаимодействие нашего взаимодействия с собранием и общественной палатой, я думаю, на следующем созыве будет лучше. На заседании были выслушаны отчеты об исполнении бюджета области за прошлый год и о результатах управления госсобственностью. И если в первом случае вывод сделали положительный, грамотная финансовая политика позволила выполнить социальные обязательства перед населением, то второй отчет по распоряжению имуществом вызвал нарекания. К сожалению, у нас та работа, которая проводится по государственному имуществу, совершенно не устраивает. Вот те объекты, которые поименованы в отчете, многие с продажей перенесены на 2020 год. Многие уже находятся в том состоянии, доведены до того состояния, что их и покупать-то некому. То есть это какие-то там полуразрушенные здания. Единственное предприятие, которое было реализовано, за которое проголосовали за продажу все депутаты, которое было продано вовремя так, что бюджет получил 28 миллионов рублей, это сельхозпредприятие Радического района Ореховская. О чем и депутатами были даны рекомендации правительству. Все-таки то имущество, которое не нужно в Ульяновской области, которое не используется, ускорять выставление на продажу, для того, чтобы мы могли получать деньги в бюджет. Елена Тимонина, Нина Гуркина, Вести, Ульяновск. Сегодня в Ленинском районном суде избрана мера пресечения ульяновскому вице-мэру Михаилу Сычеву. Чиновник проходит фигурантом уголовного дела о хищении муниципального имущества. Напомню, Сычев был задержан вечером 16 июня на крыльце городской администрации. Первому заместителю главы областного центра вменяют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы. Перед началом судебного заседания съемочной группе «Вестей» удалось пообщаться с Михаилом Сычевым, который рассказал о том, как проходило задержание. В разгар совещания, когда был полный замок, там человек, наверное, под 60, такое вот вечернее совещание, думаю, вот, чтобы при всех это сделать, на крыльце мэрии, чтобы одеть наручники, посадить в машину, то есть вот театрализация, я думаю, удалось. До этого по всем остальным просто приглашали повестку, люди приходили, и там уже следователь на месте определился. Ну, по мне, решили они сделать немножко ярче. Само судебное заседание прошло в закрытом режиме, причем ходатайствовала об этом сторона обвинения. Необходимость проведения слушаний без журналистов следователи аргументировали тем, что будут озвучены материалы, составляющие тайну следствия, а также имена и личные данные свидетелей. Само заседание продлилось около пяти часов. В итоге, всего час назад суд постановил избрать Михаилу Сычеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 августа. Накануне в Ишеевке погиб ребенок. Трагедия случилась вечером. Семья с четырьмя детьми отдыхала на берегу Свияги. Восьмилетняя девочка осталась без внимания родителей и утонула в реке. Следователи Следственного комитета проводят по данному факту проверку. Проводится мероприятие для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Безопасность дорожного движения начинается с качественной горизонтальной разметки. На улицах Ульяновска продолжаются работы по ее нанесению. Пешеходные переходы блещут свежей краской вблизи большинства социальных учреждений. Екатерина Лазарева продолжит. Полчаса и на проезжей части появляется свежая разметка. По ней уже могут ездить автомобили. На качестве это не отразится. При температуре выше 20 градусов краска сохнет всего 15 минут. Перед нанесением асфальт очищают от пыли и грязи. Так повышается долговечность полос. По нормативу на дорожном полотне они должны продержаться три месяца. В Правобережье сейчас в самом разгаре первая часть планируемых работ. Вблизи большинства социальных учреждений так называемая «зебра» уже появилась. Первый этап завершится 30 июля. Отставания от графика у нас нет. Работаем в строгом соответствии. Второй этап у нас начнется с 1 августа. И до 1 сентября мы все социальные учреждения выполним в бело-желтом цвете. Как только разметка появится вблизи соцобъектов, рабочие перейдут к остальным участкам. Всего по муниципальному заданию учреждению «Правый берег» необходимо нанести 530 тысяч погонных метров разметки. Кстати, чтобы «зебра» не подвела и отслужила положенный срок, краску отправляют на экспертизу в московскую лабораторию. А в Ульяновске за качеством работ следят общественники. Сегодня мы очередной раз приехали, проконтролировали ход работы. Проблематики и опасения работы не вызывают. Более того, с ответственными жителями мы также проверяем этот ход работы и также формируем определенные приоритеты для этого выполнения. Впрочем, есть один нюанс. Для нанесения разметки необходимы благоприятные погодные условия. В ближайшее время горизонтальная разметка появится вблизи всех социальных объектов. Екатерина Лазарева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Во время пандемии специальные комиссии проверяют работу летних кафе и общественного транспорта. После смягчения ограничительных мер соблюдение требований Роспотребнадзора на особом контроле городской администрации. Мы создали рабочие группы, дополнительные бригады, которые будут осуществлять рейды, контроль за исполнением санитарно-эпидемиологических норм, учреждениями торговли, учреждениями, оказывающие услуги населению, питание, транспорта. С 15 июня открылись некоторые заведения общепита. Напомню, ранее они работали только на вынос. Сейчас для посетителей доступны летние веранды кафе и ресторанов. Главные условия соблюдения всех норм безопасности. Мы сейчас максимально должны посмотреть, промониторить все предприятия, которые открылись на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Регулярные рейды проводятся и в общественном транспорте. Наблюдатели следят за тем, чтобы средствами индивидуальной защиты пользовались все водители. В ходе мониторинга сотрудники выявили нарушения, составлены протоколы на водителей, а также на индивидуальных предпринимателей. Кроме рейдов по ресторанам, кафе, общественному транспорту, торговым объектам, начался контроль работы бань, саун и бассейнов. Также во всех районах проведут дополнительную дезинфекцию мест общего пользования. Отрывки из бессмертных произведений Ивана Гончарова звучали сегодня в сквере имени нашего знаменитого земляка. 208-й день рождения писателя. Ульяновцы по традиции отметили возле памятника Ивану Александровичу. Любой желающий мог вспомнить знакомый еще со школы строки и возложить святые к памятнику. Очень символично, что звучат строки из его произведений, как раз напротив дома, где он родился. Выбирая из всех произведений Гончарова, мне больше всего нравится «Обрыв», потому что я помню, когда я познакомилась с ним в первый раз, это было в школьные времена, и тогда я, помню, сидела ночами, читала эту книгу, потому что интересный сюжет, хочется дальше узнать, что происходит с героями, и такая динамика, мне кажется, сюжета вот именно в «Обрыве» есть. Правда, возложение цветов, к которому присоединился и губернатор, стало единственным очным мероприятием. Празднование перенесли в онлайн-формат. Для ульяновцев приготовили мастер-класс по изготовлению блокнота, видеосюжет об истории дома памятника Гончарову, а также лекцию о жизни писателя в Симбирске. Как любились орехами. Всех с праздником. Хорошо. Днем рождения нашего замечательного земляка. Прогноз погоды Ульяновского гидрометцентра завершит этот выпуск. У меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. До встречи на телеканале России в программе «Вести Ульяновска». Конституция – это мы. Только вместе. Только всей страной. 1 июля 2020 года. Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается ночью облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, локально ливни, гроза, возможен град. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, умеренный, ночью при грозе порывистый. Температура воздуха ночью по области от 5 до 10 градусов тепла. В Ульяновске плюс 7, плюс 9. Завтра днем по области от 20 до 25 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 21, плюс 23.